Микс Ньюз Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже Дегустации в прямом эфире Каждый вторник в 17.00 На Радио Болтком Добрый вечер, уважаемые слушатели Действительно, эта программа Открытая кухня Я с огромным удовольствием передаю Бразды правления уже ресторанному эксперту Валерии Ивановой Я хочу только напомнить, что Телефоны в нашей студии 67212-93-9 67213-93-9 И ватсап, он вам понадобится 2306191 Ну, здравствуйте Добрый вечер, добрый вечер, Олег Дорогие слушатели В нашей студии сегодня Первый гость Мурат Юшко Ресторатор, владелец Ресторана Кот Завил это Я приветствую, Мурат, тебя Очень рада тебя здесь видеть Потому что ты со мной С самого начала Моей тернистой Такой деятельности И обзоры, которые я писала Ты был читателем И далее мы с тобой сотрудничали Хотелось бы сегодня с тобой Максимально искренне поговорить О насущных проблемах Ну и, собственно Познакомить тебя С слушателями Очень приятно Да Только искренне Да Я это очень в тебе ценю Поэтому ты являешься первым гостем Спасибо Мурат, я хотела начать с того Что Все-таки твои рестораны Они отличаются по ценовой категории Кот более такого премиального класса Завил это Он для народа, как ты сам говоришь Но все они связаны с рыбой Не совсем Кот Японский ресторан Завил это Это Си-фуд-бар Где представлен Большой выбор И рыбы И морепродуктов По доступным ценам Да, но японский ресторан Не только рыбный Там В японской кухне Используется практически все Используются Овощи Птица Мясо И Если взять процент Соотношения То То рыбы 50% Наверное А остальное Мясо Птица И овощи А что являлось вдохновением Почему именно такое направление Ты выбрал При открытии своих заведений Ну В 2014 году Я вернулся домой в Ригу Вот И Промониторив Рынок Я для себя Нарисовал определенные концепции Которые хотел бы реализовать здесь Я Почувствовал себе силы После 14 лет работы в Москве В этой индустрии Вот И Заявил это Это был Такой Наверное Первый Такой Первый шаг Прощупать почву Вот Мне просто Очень нравится Сам по себе Морепродукты Люблю Рыбу И ниша была Ну опять же Черт повторюсь Не занятая Все что связано было С рыбой в Риге Было дорого Вот Мы хотели Попробовать Создать проект Для Для больших масс Людей Для большой потребительской Группы Чтобы люди Все могли Как бы Себе это позволить Вот Потом Потом взялся За Кот Да Кот Это Немножко другая история Это Это наверное Один из таких Важнейших проектов В моей карьере В котором Мне хотелось Реализовать Мой опыт Связанный С японской Кухней На протяжении Долгого Долгого Времени Эта концепция Носилась Мною Перерабатывалась Прописывалась Наверное Лет 7 Что касается Кода Я знаю Что Ты сам Полностью Проектировал Ресторан Кто-то его Критикует Кому-то нравится Эта мистическая Атмосфера Что приглушенный Свет На минус Первом этаже Даже полумрак В барной зоне Вот Почему ты Решил Сделать Такое Достаточно резкое В таком формате В такой атмосфере Наверное Отчасти Я какие-то Свои Свои Видения Хотел реализовать Мне не Очень нравятся Рестораны Где ты Чувствуешь себя Как в аквариуме И Хотел стать Более Такую Уютную Такую атмосферу Не знаю Ну да Он не инстаграммный Ресторан Он не инстаграбельный Сейчас это Очень важно В нем есть Три зоны Это бар Это первый этаж И в зависимости О дня Суток О времени суток Там разные атмосферы Днем Когда попадает Лучи солнца Он Он более Такой Открытый Интересный Вечером Когда солнце Заходит Он более Такой Ну не мрачно Утонченный Где человек Может Ну Расслабиться И почувствовать Себя Вне города Мне кажется Ты максимально Доходчиво И красочно Писала То что гость Чувствует Находясь В твоем заведении И честно Я еще пока Даже не была С тобой знакома Первый раз Придя в Кот Я была Поражена И это место У меня абсолютно Не ассоциировалось С Ригой Я таких ресторанов Здесь больше Не встречала Ну то есть Оно отличается Не только Аутентичностью То что ты Привозишь Исконно Японские блюда У тебя Настолько Тонкий вкус Что и посуду Я так понимаю Ты тоже Собираешь Не из масс-маркета Все в деталях Все везем От японских Производителей Но опять же Кот Это такой проект Который Если бы сейчас Стоял вопрос О реализации Такого проекта В Риге Конечно я бы Там Десять раз Подумал бы И наверное Его бы в Риге Не делал Так как Определенные Как бы Определенные Возможности Определенные Потребительские Группы В Латвии Ну Сказать Другим языком Он Он не совсем Для нашего города Вот И Аутентичные Вкусы Они Непонятны Многим Европейцам Хотя мы старались Адаптировать Многие блюда Это было Достаточно тяжело Ресторану Четвертый год И Первый год Действительно Был Первые два года Были очень тяжелые Потому что люди Брали в руки Меню И не могли найти Знакомых названий Блюда Сочетаний У японцев Вообще Самое главное В каждом блюде Это подчеркнуть Непосредственный Вкус продукта Не забить его Каким-то Соусом Какими-то Усилителями Отдать максимальную Возможность Человеку Насладиться Продуктом Наша аудитория Не совсем Да не то что наша аудитория Аудитория Европейцев Европейская аудитория Она Не готова К таким поворотам Поэтому мы старались Больше его адаптировать По вкусовым ощущениям Ну Сейчас мы уже Наверное Понимаем Плюс-минус То что нужно Нашей публике И Мы Подстроились под них Мы Наступили себе На горло Во многих моментах И Переиграли Немножко Нашу стратегию Поэтому Кот да Это такой Тяжеловес Очень имиджевый Очень серьезный проект Но Это Это проект Для больших городов Где Мультикультурные Слои Преобладают Где Живут Большое количество Экспатов Для людей Которые могут В этом Разобраться Ну не для всех Определенно Ну не для всех Да Для ценителей Для людей Которые разбираются Там действительно Не нужно ожидать Что Принесут Огромную порцию Всю Залитую Соусом Хорошо Кот Мы определились Он не для всех И если мы Возвращаемся К Завиулетта С недавних пор Ты Стал открывать Также Рыбный магазин Как эта идея Пришла Ну Два года Два года Была пауза После закрытия Первого проекта Над Зырновым Так сложились обстоятельства Что мы решили Все-таки Реанимировать Этот проект Так как Он действительно Был очень важный Для нашего города Для страны Многие гости Которые ходили В Первый Завиулетта Когда мы Встречали Они говорили Как жалко Что вы закрыли Не хватает Не хватает Не хватает Мы его реанимировали На улице Зырново На 41 И это был Невероятный успех После этого Мы увидели Что Что можно Это развивать Как сетевую историю Следующим шагом Был Это Магазин Тоже Над Зырново Улица И Роу Бар Мы хотим Чтобы Завиулетта Чтобы это Был народным брендом Чтобы он стал Таким Достоянием Страны В которой Традиции Традиции Потребления рыбы Вылова рыбы Идут Далеко В корни Вообще Мне кажется Этот проект Должен быть И Он Займет Свою нишу На рынке На мой взгляд Само название Завиулетта Рыбная лавка Рыбный прилавок Оно уже располагает Оно такое Домашнее То есть оно Как будто Действительно Сознано для народа Туда хочется Зайти И опять же Возвращаясь К тому Что ты Всегда продумываешь До мелочей Даже дизайн интерьера Заходя туда Видишь Сети Карты Там раковина Сейчас стоит Завиулет Ресторане Такая старинная Это все Ты находишь Самостоятельно Правильно я понимаю Если я буду Говорить Что все проекты Там Дизайна Выбора посуды Я буду делать Один Это будет звучать Как-то странно Во всех Все Скелеты Все концепции Непосредственно мои Но Принимает большое количество Людей в этом Участие И столеры И ребята Которые занимаются Винтажем Конечно Я со всеми Контактирую Но Это не то Что Непосредственно Моя работа Есть архитекторы Которые Рисуют на планировке Разные планы Поэтому Это командная работа В целом В целом Концепции С нуля Рисую я Реализуем мы их Совместно Понятно Конечно Что в этом Участвует большое количество Людей Но все таки Такой Файнал тач Он Именно от тебя Как шлейф Есть от Дорогого парфюма Также ты оставляешь Свои Обознавательные признаки Здесь был Мураз Он принес конкретно Эту деталь И Ну это действительно Потрясающе Выглядит стильно И Это отличает тебя От других На мой взгляд У каждого Эстрата должен быть Свой стиль Я придерживаюсь Своему стилю Не хочется Никого копировать Хочется Создавать Что-то интересное Потому что Рынок В принципе Ну Мировой рынок Гастрономии Он не стоит на месте Он движется Очень важно Чтобы люди Выделяли Твой стиль Чтобы люди Могли сказать Да Это не то Что было раньше Или Это не то Что мы увидели Там где-то еще Что-то такое Уникальное Ты сказал Про скопировать Я полагаю Я полагаю Что ты вызываешь Разные эмоции У своих Коллег Тире Конкурентов Как ты В принципе Относишься К нападкам От других Ресторанов Когда Люди себе Позволяют Даже уже Лишнее То есть Элементы Грязной Конкуренции Происходят Насколько Ты это Принимаешь На свой Счет И Вообще Сталкивалась Или ты С этим Настолько Сильно О негативе Не хочется Говорить Его Много Я всегда За здоровую Конкуренцию У каждого Кто на что Учился Кто как Умеет Конкурировать Как умеет Доказывать И Остановиться На рынке Поэтому Это доказывает Лишь твой успех Что люди У людей Это вызывает Настолько Народные эмоции Если наши Конкуренты Нас Пытаются Смешать Нас Значит Мы делаем Все правильно Да Я про это Говорю Это доказывает Лишь Не хочется Об этом Говорить Хочется Говорить Вообще Про То Что В Латвии Произошло Много Интересного За последние годы Появилось Много Сильных Игроков И Много Много Проектов Это комьюнити Если мы будем Друг друга Поддерживать Это всем Будет Хорошо Чем больше На одном Районе Хороших Предприятий Интересные Концепции Всем Хорошо Но не все Просто Это понимают И Конечно Если На одном Районе Будет 15 Японских Ресторанов Конечно Это Будет Тяжело Но Если В одном Районе Будет 15 Разных Интересных Концепций Они Будут С Энергией Приносить Только Плоды Всем Я За Здоровую Конкуренцию Я За Соседство Чтобы Стыдно Не было Потом Я понимаю Это очень Достоинный Ответ Спасибо Тебе Опять же За Искренность Думал ли ты Когда-нибудь Об открытии Итальянской Кухни Итальянского Ресторана Как ты К этому Относишься В принципе Мне Очень нравится Итальянская Кухня Если бы Если бы Когда-нибудь До этого Дошло Дело Я наверное Для начала Привез бы Итальянца Итальянцев Поваров Итальянцы Повара Делали эту Кухню Почему Был Интересный Пример Когда мы Перед реанимацией Зивил Это Пригласили Нашего знакомого Итальянца Мы хотели Чтобы он Небольшой Шлейф На нашем Меню На нашем Меню И До открытия Мы сделали Интересные Проработки С ним Создали Кольку Цунокарты Записали Все Зафиксировали Вот И Наши ребята Пытались готовить Абсолютно По тем же Раскладкам Те блюда Которые Делал он И был Абсолютно Разный Вкус Все-таки Итальянская Кухня Должен Договорить Итальянец Кавказскую Должен Стоять Кавказец Японскую Японец И так далее Либо Наш Соотечественник Но который Долгие Долгие Годы Проработал В Италии Который Интегрировался Который Научил Разбираться Это Очень Такой Важный Момент Вот Если Не изменяет Память В Кулдеге Есть Такое место Называется Голден Генрум Мы туда Приехали С супругой Первый раз И Это было Три года Назад И Было Ощущение Что Это Реально Владельцы Итальянцы Потому Что Безумно Трушно Все было Пиццы Пасты Десерты Как будто Были В Италии Потом Познакомились С владельцами Это Казались Местные Семейные Пара Которые Пожили Там 12 15 Лет В Италии И Женщина Как бы Владелица И шеф Повар Она Она Училась На кондитера В Италии Она Работала И Это Чувствовалось В каждом Блюде Конечно Не У всех Есть Возможность Уехать За границу Отучиться Получить Опыт Рабочий И Привезти Сюда Это Это Такой Момент Ну Касательно Итальянского Если Я бы Делал Итальянский То Я бы Делал Максимально Чтобы Там Были Итальянские Повара А с чем Связано Такое Огромное Количество Итальянских Ресторанов Именно У нас В Риге Если Взять Запросы Туристические Запросы На Ресепшенах В отелях Есть такая Статистика То Три Три Направления Которые Запрашивают Иностранцы Это Первое Это Стайхаус Второе Это Итальянский Ресторан Третье Это Латвийский Ресторан Просто Люди Не хотят Люди Не хотят Максимально Ресторан Хотят Максимально Обезопасить Себя Каких-то Рисков Что пиццу И пасту Будут есть Все и всегда Ну конечно Да Она Понятная Универсальная Универсальная Да Поэтому Мне кажется Из-за этого Из-за Что нужно Рынку То и открывают Как считаешь Какой кухни Не хватает Еще На нашем рынке Я например Не видела Ни разу Тайской кухни Такой вот прям С правильным Там ямам С папайя Салатом Ну понимаешь Да О чем я говорю Вот А на твой взгляд Чего не хватает Нашему городу Нашему городу Не хватает Людей Для начала Да Вот И 600 тысяч населения Если не ошибаюсь Из них Платежеспособные Там Какой процент Ну страшно Просто про это Говорить Поэтому Не хватает Много чего Может быть Не хватает Если взять Стокгольм Лондон Москву Куча разных Концепций Здесь не хватает Просто Платежеспособного Населения В первую очередь Вот Если Забить В TripAdvisor Это можно увидеть 900 точек Ну как бы 900 предприятий Там Питания Понимаешь Это все Размывается На На ту аудиторию Которая есть Платежеспособная Она Она Очень Маленькая Я тогда Предлагаю Провести Небольшой Конкурс Да Может быть Просто Сейчас У нас Уже Приближается Время Паузы Но мы Можем Объявить Конкурс А потом Уйти Уже На Рекламу Последний Да У нас Был вопрос На тему Нехватающего Концепта В Риге И Мы Решили Разыграть Небольшой Приз Мурада Завел Это Магазин На 50 евро Подарочный Сертификат Просим Присылать Свои варианты Свои идеи В Ватсап Чат И в конце Мы определим Победителя Итак Каких Ресторанов На ваш Взгляд Каких Концепций Не хватает Нашему Городу На номер 2306191 2306191 Присылайте Варианты Ну и В конце Программы Мы разыграем Подарочный Сертификат На 50 евро А сейчас Небольшая Пауза Микс Ньюс Всегда Леправ Гость Как Оставлять Чаевые Как Правильно Прожарить Мясо И Выбрать Вино Горячая Премьера Сезона На радио Болтком Открытая Кухня Авторская Программа Ресторанного Гуру Валерии Ивановой Открытый Разговор С экспертами Розыгрыш Призов И даже Дегустации В прямом Эфире Каждый Вторник В 17.00 На радио Болтком Продолжается Программа Открытая Кухня Я напоминаю Что Сегодня Это пилотный Выпуск И его Проводит Ресторанный Эксперт Валерий Иванов Также В нашей Студии Ресторатор Мурат Юшко И к нам Присоединяется Советник Министра Финансов Инс Далдарис Добрый вечер Господин Далдарис И я Еще раз Напомню Что у нас Проходит Конкурс Вы можете Присылать Ваши Версии Варианты Какой Кухни Каких Еще Концептов Ресторанов Не хватает Нашему Городу На номер Триналя Шестьдесят Один Девяносто Один И ближе К концу Мы подведем Итоги Во второй Части Программы Мне хотелось Бы Поговорить На такую Горячую Тему Которая Сейчас Волнует Всех Рестораторов Налогообложения Думаю Что Вряд ли Можно было Сохранить Интригу На какую Тему Будем Общаться Но Прежде Я хотела Бы Задать Вам Такой Вопрос С чем Я столкнулась Последние Две недели Когда Планировала Эту передачу Я пыталась Связаться С ССГД С пресс-секретарем Генерального Директора Все было Тщетно То есть Вроде Как Какая-то Коммуникация Уже Происходила Мы Договаривались Мне Давался Ответ Шла Переписка И потом Люди Пропадали Когда Я предлагала Вариант Например Записать Интервью По телефону И вставить Его в эфир Ответа Я не получала Также Мы связывались С бывшим Министром Финансов И С данной Резницей Озолы И к сожалению Тоже после Какого-то Количества Сообщений Ответа Не последовало Я бы Я бы хотела Услышать Мнение Как Мурада На этот счет Так и Инца Потому что Как-никак Мы живем В европейском Государстве Хотелось бы Открыто Говорить На такие Темы Которые Волнуют Народ Можете Выбрать Кто ответит Первый Да Мне тоже Конечно Комментировать Как Коллеги Относились К этой Переписке Но я здесь Да У меня Наши Люди Из прессы Наши Сотрудники Сказали Что Будет Такая Возможность Говорить Об этом Не раздумывая Просто Приходим И говорим Об Я не знаю Точно Почему Было С другими Проблемами Потому что Мы Это уже Обсуждаем Довольно Долгое Время И говорим Об этом И есть Какие-то Предложения На этот Счет И немножко И даже Политическая Как Скажем Воля Меняется Некоторых Политиков Туда Обратно Потому что Процесс Все время Я не понимаю Почему Мы не могли бы Разговаривать Так что Я безумно Вам благодарна Что Вы пришли Сегодня Нет Благодарность Места Это наша Работа Просто Спасибо Спасибо Мурат Как ты Считаешь Не Ну Мое мнение Касательно Вашей переписки Я оставлю Без комментариев Просто Перейдем К каким-то Острым вопросам Которые Интересуют Индустрию По существу Потому что Не так много Времени Я Я Ну Трудно Комментировать Другие Переписки Но Мы Сожалеем Что Действительно Мы Были бы Рады И другим Менениям Да Так что Самое Главное Решение Понимается Коалиционными Правящими Партиями Так что Там Тоже У нас Есть Разногласия На этот Счет Есть Разные Мнения Так что Я Могу Немножко Под В этом Поговорить Да Ну Давайте Тогда Пообщаемся На тему Которая Буквально Потрясла Все Средства Массовой Информации В мае Месяце Когда Закрылся Ресторан Кинфилд Все Статьи Выходили Как раз На эту Тему Рестораны Бунтовали Ресторанная Ассоциация Боролась Шли Такие Ну Очень Острые Дискуссии Мне Хотелось Бы Понимать Что Происходит На данный Момент Идет ли Все К тому Чтобы Произошло Некое Примирение Между Властью И Ресторанами Да И Есть ли Какие-то Подвижки В сторону Тех Самых 12 Процентов Которые Были Обещаны Обсуждаемо Скажем так Действительно Были Публичные Акции Были Дискуссии Были Прагматические Встречи В Министерстве Финансов С Действительно Со всем Ресторанным Обществом Мы Неоднократно Говорили Об этом Но Позиции Конечно Министра И Основном Министр Финансов Что Такова Что Мы Можем Дискутировать О Снижении На НДС Но Мы Знаем И Примерно Понимаем Что В парламенте Не будет Голосов На То Что Будем Снижать Налоги На Всю Индустрию Потому Что И Часть Действительно Работает С И Возможно По каким Признакам И Действительно Ассоциация Может Это Предложить Тогда Я думаю Это Возможно Но Сейчас То Что Мы Сейчас Видим Что Действительно Некоторые Координационные Партии Уже На Пакет Бюджета Законодательный Пакет На Следующем Году Такие Предложения Давали Я Действительно Не знаю Самые Последние Которые Были Дискуссии Но Я думаю Что Они Будут Продолжаться Такая Ситуация Сейчас Что Правительство Обсуждает Бюджет Потом Сделает Предложение И Она Посылает В парламент И В парламент Еще Рассматривает Все Предложения Так что Я думаю Что Там Обязательно Будет И Это Будет Рассматриваться Это Предложение Я не знаю Будет ли Одна Другая Партия Это Отстаивать Но Там Будет Еще Дискуссия Борьба За Это Будет Основной Так Принцип По которым Как смотрят Политики Мы уже Говорили Это Именно То Что Я Сказал Что Наверное Если Мы Говорим О Быстром Питании Не Качественном Можем Для Не скажем Качественной Но Может быть Веселой Здоровой Тогда Тогда Мы Конечно Там Разделение Наверное Должно Быть По такому Признаку Я знаю Что Это Трудно Просто Мои Хорошие Знакомые Бывшие Мои Мои Советники Когда я Был Министром Культуры Ян Сензис Он Он Сейчас Работает Ассоциацией Рестораторов Он Хороший Друг Мы Чисто Дружески Много Дискутировали Говорили Об этом И будем Наверное Говорить Так что Я лично Думаю Что это Действительно Возможно Делать Но Надо Найти Какое-то Разделение По каким-то Признакам Чтобы Это Сделать Потому что Для бюджета Это не будет Большой Нагрузой Может быть Это даже Будет С плюсом Но Для меня Кажется Что это Все-таки Важно Чтобы В Атве Сохранилось Питание То что Такого Уровня Которого Сейчас мы Видим Что Действительно Очень Хорошие Растораны Хорошие Все Которые Гости Приезжают И потом И встречаясь В других Городах Европы Они говорят Что Действительно Очень Хорошее Питание Хорошие Продукты Действительно Это Мы должны Сохранить Потому что Если мы Ничего не будем Делать В этом смысле Мы пойдем По такой Тропе Что все-таки Останется Все То что Действительно Более Дешевое Которое Более Прибыльное И наверное Уже Не такой Качественное Это Такое Мои личное Мнение Если Я сейчас Не являюсь Парламентарием Мне трудно Сказать Я просто Могу Рассказать Какие Дебаты Идут Я думаю Что После такого Немножко Спокойств И летом Опять Этот запрос Будет На повестке Дня В парламенте Довольно Скоро И знаю Что Лето Для всех Рестратов Очень Горячее Время Нет времени Уже Ходить По инстанциям И где-то Что-то И как-то Разговаривать Я думаю Что осень Придет И все И всего И по-другому Мы конечно Не хочем Чтобы это Была Такая Уличная Демократия Все-таки Надо Идти Говорить Уже С политиками Которые Принимают Решения Но с другой Стороны Это Каждый Может Это Делать И наверное Во всем мире Видим Что это Происходит Но С другой Стороны Конечно Говорить О конкретных Ресторанах Которые Действительно Не все Хорошо Мы видим Что Действительно Скандал Есть И Не Не все Всегда Не все Которые Занимаются Ресторанным Бизнесом Понимают Что они делают Что это Все-таки Надо Включить Налоги Тоже В свои Бизнес Планы Это Не так Всегда Происходит Так что Тут Тоже Как-то Надо Разделить Есть Люди Которые Действительно Умеют И знают Как это Делать Но Есть Некоторые Которые Как Самодеятельность Вот Какой Бизнес Буду Заниматься Буду Делать Ресторан Но Это Все-таки Не так Не так Если Мы Будем Говорить Только Про Эти 12 Процентов Мне Кажется Это Вообще Проблема Более Глобальная Это Проблема И Реиммиграции И Иммиграции И Снизит Эту Налоговую Историю Для многих Ресторанов Она Ситуацию Не Поменяет Потому Что Вы Сказали На рынке Очень Много Игроков Которые Действительно Не Понимают Что Делают Тем Самым Они Очень Сильно Подрывают Вообще Восприятие Людей К Ресторанной Индустрии Надо Говорить Более О системных Вещах Таких Как Нехватка Рабочей Силы Мне Кажется Сейчас Самая Критичная Ситуация На Рынке Труда Сейчас Практически Во всех Ресторанах Латвии Риги Работают На Мойках Работают Индусы У многих Ресторанах Уже Они Работают На Кухне Пройдет Два-три Года Мы Не Увидим На Кухне Наших Соотечественников И Надо Мне кажется Создать Какие-то Определенные Условия Чтобы Люди Начали Возвращаться Домой Хотели Что-то Создавать Я Поработал 14 лет В Москве Получил Определенный Опыт Работал Капитал И Захотел Это Реализовать У себя Дома И Для Рестораторов Вообще Для людей Предпринимателей Которые Которые А не Ставить На НКС Счета После Ну Как бы Критиковать Власть Не Хотелось Бы Если Взять Ну Главное Что Было 30 Лет Назад В Стране Пустые Холодильники Люди Бегали С пистолетами По улицам И Была Просто Катастрофа Это Постсоветски Ужасное Время Тяжелое Сейчас Все По-другому Жизнь Меняется Но Налоги Не Решат Все Проблемы Это Очень Много Аспектов Проблемных О которых Нужно Говорить Да Я Согласен Рабочая Сила Конечно Не только В ресторанном Бизнесе В прошлом Неделе Я был В Гулбен Это Совсем Два С половиной Часа От Риги И тоже Предприниматели Которые Там Работают На строительстве На дорогах И тоже Они тоже Говорят У них Вы Как-то Вот Индусы Все-таки Видим Там Наверное У них Потруднее Будет С этим И тоже Они говорят Об этом Что Не хватает Рабочей силы Но Действительно Мы понимаем Что С другой Стороны Довольно У нас Люди Которые Живут Латвии В какой-то Часть Очень Консенсоративные Да Они Не очень Хотят Видеть Людей Других Культур У нас Будем Скажать Прямо И в политике Тоже Мы видим Что Очень Большие Разногласия Те Которые Мы Конечно Хотим Чтобы Приезжали Люди Которые Сейчас Работают Других Странах Но Сделать Для них Особенный Режим Который Был бы Лучше Для Сравнений С тем Которые Уже Живут Тут Мы Уже Получаем Очень Большие Отзывы Что Мне Надо Сначала Уехать Куда То И Чтобы Получить Какие-то Льготы Если Разращаюсь Тогда Это Тоже Для Политиков Не Очень Легко Конечно Планы Есть Есть Некоторые Действительно Работают Какие-то Программы Насчет Этого Но Конечно Пока У людей Будет Возможность Работать Скажем Это Примерно Средняя Квалификация Рабочая Сила Основном Но Так Низкая Невысокая Но Средняя Если Они Будут Возможность Работать В Германии Или В других Странах Получать Большую Зарплату Они Конечно Это Будут Выбирать Тут Уже Довольно Не Очень Большие Варианты Мы можем Поставить Как бы Волонтарно Минимальную Зарплату Всем Повыше Но Это До бизнеса Это будет Очень Трудно Соблюдать Это Так что Там Действительно Мы хотели Конечно Видеть Тех Людей Которые Уехали Но Нам Надо Быть Реалистами Некоторые Вернутся Но Они Наверное Уже Будут Хотеть Делать Свой Бизнес Или Работать На Более Высоких Постах Уже Кухни Одно Дело Что Наши Соотечественники Которые Уехали За границу И понятно Что Они Не вернутся Ну Точнее Многие Не вернутся В ближайшее Какое-то Время Пока Не будет Определенной Почвы Для этого Я хотел Сказать О том Что Иностранная Рабочая Сила Которая Могла Быть Квалифицированная Это Практически Невозможно Им нужно Делать Видно Жительство Им нужно Стать Минимальную Зарплату 850 евро С которой Нужно Платить Налог Там Только 400 Понимаете Что я Думаю Что Предложения Будут И Министерство Экономики Такое Делает Но В основном Сейчас В парламенте Нет Голосов Для Улучшения В этом Смысле Скажем Так Ситуации Потому Что Мы Хорошо Понимаем Что Предприниматели Люди Творческие Они Понимают Они Привозят Украинцев Они Регистриют Их В Польше А потом Командируют В Латвии Работать На стройке Так Они Делают Мы Получаем Что Они Все-таки Платят Налоги В Польше Они У нас Почему Не создать Условия Чтобы Люди Платили Здесь Налоги Я С вами Согласен Думаю Что Возможно Действительно Контролирование Такой Иммиграции Которая Действительно Базируется На каких Признаках Квалификации Это Нормальная Практика Во всем В мире Это Было Я Лично Конечно Одобряю Такое Но Я Говорю Что Большинство Все-таки Сейчас В парламенте Не будут Наверное Не будут Придерживаться Нашего Мнения Мы же Понимаем Что Если Наши Сотечественники Если Больше Этим Говорить Тогда Другие Политики Больше Довольно Будут Прислушивать Я думаю Что У нас Неизбежно Будет Такая Ситуация Что Будем Это Говорить 9 лет Назад И Начал Об этом Говорить Что Надо Такую Политику Создать Что Это Будет Это Придет Эта Ситуация Чтобы Мы Были Готовы К тому Что Будут Люди Приезжать К нам И Надо Смотреть Из Каких Стран Из Каких Культур Какие Квалификации Чтобы Действительно Это Было Как-то Контролировано И Понятно Все Но Есть Конечно Люди Более Консервативных Взглядов И Их К сожалению Очень Много Так Скажем Правительстве Да Правительство И в парламенте Тоже Так Что Но Я думаю Что Дебаты Будут Об этом Еще Довольно Много Потому Что Действительно Так Из Бизнеса Ну Как бы Давление Идет Очень Большое На Правительство На Особенно Министерство Экономики Они Уже Продавали Такие Предложения Думаю Что Они Будут Это Продолжать Пока Просто Действительно Ситуация Она Плачевная Я С Олегом Уже Обсуждали Это Неблагоприятные Условия Для Работодателя В данном Случа Выбирает Работник Они Не приходят На интервью Понимаете То есть Работник Он Может Перебирать Сегодня Пойду Туда На интервью Завтра Сюда И в итоге Не прийти Вообще Получается Что Работодатель Он Уже Хоть Кого Готов Устроить Лишь Был И это Очень Печально Да Сейчас Действительно Безработица Упала До Риги Вообще 4% Латвии 6% И 70% Это Самый Низкий Уровень Который Был И конечно Мы Видим Что Если Это Такой Нормальный Уровень Минимальный Это 5% Потому что Всегда Люди Есть Которые Не Хотят Работать Я Очень Рада Что Мы Подняли Сегодня Не Только Налоговую Тему Но Трудоустройство В целом Проблем У кадров У нас Возможно Есть Результаты Да Я просто Хотел Уже К сожалению У нас Время Подходит К концу Я Несколько Просто Зачитаю Что нам Пришло Вот Вариант Лично Мне Было бы Интересно Посетить Ресторан С музыкальной Концепцией Блюда В музыкальном Стиле Тарелки В форме Нот Название Блюд Салат Леди Гага Куриная Грудка С черносливом Примадонна И так далее Уже Меню Да Уже Меню Другой Вариант Вариант Названия Пец Летус Ресторанс 9 месяцев В году Согревающая Еда Напитки На входе Дают Халаты Тапочки Забирают Вещи Просушить Для дождливой Латвии Самое То Такой Вариант Не хватает Предложений По поводу Проведения Дегустации Обучения Жителей Культуре Питья Вина Или другого Напитка Может быть Дегустации По способам Приготовления Мяса Или рыбы Такой Вариант Еще Кавказская Кухня По старинным Рецептам Вот такой Вариант В Риге Не хватает Хорошего Мясного Ресторана Есть такая Версия И сразу Очень похоже Не хватает Галес Летте Как раз Абсолютно То же самое Хороший Мясной Ресторан С хорошим Качественным Выбором Стейков И Наверное Последнее Не хватает Новиковской Сыроварни Да Вот это Все Что нам Пришло Твое Экспертное Мнение Кому ты Отдашь Свой приз Есть слухи Что Новиковская Сыроварня Скоро Зайдет Сюда На рынок Поэтому Наверное Все таки Первый Нас повеселил Всех Музыкальный Музыкальный Скажем так Действительно На сравнении С прежними Временами Действительно Это дорого Конечно Для ресторанов Живая музыка Ну вот Что-то в этом роде Хотя бы Один или два Таких заведения Было Где действительно Живая музыка Это было бы хорошо Действительно По-моему Это не хватает Спасибо вам Большое Дорогие гости Это быстро Все Сидели бы И сидели Еще Вопросы то есть Ну я Напомню Что программа Теперь будет выходить Каждую неделю И Спасибо большое Действительно Гостям Господин Далдарису Который пришел Нам и Нашему уважаемому гостю До встречи До новых встреч Валерию Иванову До вкусных встреч Спасибо большое Спасибо